Портал детали. Главные новости Израиля и мира. У нас выпуск не совсем обычный. Дело в том, что сегодня началась, мне не хочется произносить это слово, но все-таки придется. Началась война, пускай маленькая, надеюсь, недолгая, но все-таки война. Итак, с нами сегодня Давид Эдельман, историк-политтехнолог и Сергей Ауслендер, военный корреспондент. Господа, привет. Привет. Здравствуйте. Со времен Второй мировой войны в Европе называют СВО. Специальная военная операция. Принуждение к миру, специальная военная операция. Азербайджан называет это антитеррористической операцией. Дубнов, военно-полицейский. Локальная операция с высокоточными целями. Они же не могут копировать Россию, не могут СВО назвать. Но просто все остальное, что ты перечислил, это все-таки конфликты между государствами. А тут есть одно государство, которое действует на своей суверенной территории. Ну, это не имеет значения в данном случае, еще раз говорю. Вот стреляют, люди погибают, это война. Как ты ее не назови. Ну и воюют. В 21 веке никто войны не объявляет. Иду на вы завтра, значит, в 12 часов начинаем. Нет, конечно. Начинают операцию, объявляют это, вот, если не называют это, там, контртеррористической, там, специальной военной, неважно. Все это не имеет значения. Все, вот боевые действия ведут. Ну, Давид, хоть это и ведется на территории одного государства, одного и того же государства, но воюют-то все-таки два государства. Можно, конечно, там называть это по-разному, там, сепаратисты, не сепаратисты, но понятно, что идет война с... Я вот, я в отличие от тебя верю руководству Армении. Руководство Армении говорит... Я вообще всем верю, но при этом не доверяю. Наших военных сил там нет. Если они говорят, наших военных сил там нет, то это обозначает, что те военные силы, которые там есть, это, наверное, какие-то террористы, потому что, если это не Армения. То есть, Сергей сказал антитеррористическое операцию? Если судить только по видео, которые шли первые часы, я стал считать там типа СРК ТОР и такие, ну, суперсовременные, мощные вооружения, то только за несколько первых часов вот этих военных действий уничтожено сверхсовременного оружия, ну, типа радиоэлектронной борьбы и так далее, и так далее, где-то на полтора миллиарда долларов. Вопрос, откуда у нищего Карабаха, который всегда просит подаяния и жалуется на жизнь, такие бабки. Но я подозреваю, что из военторга, правда, Сереж? Это самое оружие. Да, да, мы тут можем, конечно, повалять дурака сейчас, да, изображать из себя, да, тут совершенно не до смеха, кстати, и очевидно, что в армии горного Карабаха там служат армяне, ну, не африканцы же там служат, в конце концов. Откуда у них ТРК ТОР? Откуда у них сверхсовременное оружие, которого нет на вооружении даже у армии Армении? А, вот это хороший вопрос. Но я, на самом деле, насчет ЗРК ТОР не видел. Я видел насчет ЗРК БУК. Вот есть даже уже видео, как БУК уничтожают прямым попаданием какой-то ракеты, такой отвесно падающей на него, кстати. Вот подозрительно напоминает мне одну систему вооружений, имеющуюся, в частности, в израильской армии. Но это не факт совершенно. Вот, ну, понятно, что твое оружие они получали у армян, а где армяне его получали, я не знаю. Нагорный Карабах не может выйти на рынок оружия и купить там себе что-нибудь. Никто им его не продаст. Значит, они где-то его брали, брали через Армению. В конце концов, даже логистически невозможно в Нагорный Карабах ничего поставить, минуя Армению. Правильно? Поэтому, что тут, собственно, как бы притворяться-то? Эта зона влияния Армении была. Армения вооружала Карабахскую армию. Я вижу, что плохо, хорошо. Это отдельная история. Я вот сейчас обсуждаю такой технический, логистический момент. Давай к техническим вопросам поближе перейдем. Итак, вот эта вот война, как угодно ее называй. Чем она отличалась? Как она происходила? Давайте вспомним по, так сказать, по этапам. Чисто технически. Что произошло, Сергей? Ну, я так понимаю, что азербайджанцы нанесли вот такой упреждающий первый удар по, вообще по классике совершенно, вот, то есть по системам радиоэлектронной борьбы, по системам наблюдения. Там была какая-то РЛС уничтожена. Вот я сейчас название на память не вспомню, которая отвечала там за наблюдения, да, в частности за воздушным пространством, вот, по позициям вот этой армии Нагорного Карабаха и так далее. То есть ослепить и оглушить первым ударом, вот. А дальше вот азербайджанская армия сейчас двигается своей техникой вот в сторону Степанакерта, насколько я понимаю. И, собственно, вот первый удар был нанесен с помощью там вроде как дронов Камикадзе, в том числе там упоминались в Суи наши дроны Камикадзе, Хароп. Это такие вот есть у нас очень мощное такое оружие. Ну, им азербайджанцы пользовались и во время второй Карабахской тоже. И все, сейчас дальше они вот сейчас предъявили ультиматум, насколько я понимаю, азербайджанцы о том, что вооруженные силы Карабаха должны сложить оружие. Ну, незаконные, вооруженные, как они их называют. И, как бы, правительство этого непризнанного образования должно быть распущено. После чего мы готовы встретиться с армянами Карабаха и с ними там все обсудить. То есть тут все, по-моему, совершенно предельно очевидно. Дергей, а вот технический вопрос. Еще было сообщение о том, что российские миротворцы, как их называют, передали азербайджанцам координаты вот этой самой техники армянской, которая располагалась в расположении вот этих самых миротворцев. А потом эту территорию покинули и дали ее как бы уничтожить. Что ты знаешь об этом? Ну, я видел эти сообщения. Они пока своего подтверждения не находят. Они там в разного рода телеграм-каналах распространяются. Я полагаю, азербайджанцы, опять же, у них хорошо налажена разведка целей. До разведка целей, вот, учитывая их вот возможности, да, надо сказать, что вот за последние там условно 10-15 лет азербайджанская армия там претерпела совершенно кардинальные изменения, которые армяне откровенно проспали. Прямо скажем. Азербайджан, вот эти флоты все готовился к войне. Армяне не готовились, возможно, понимая, что вот они находятся под защитой Российской Федерации. И в чем была их, на мой взгляд, фатальная ошибка совершенно. И все, и совершенно не обязательно передавать там эти координаты. Я думаю, азербайджанцы с этих беспилотников, которые там беспрерывно кружили, они все это распрекрасно видели. Вот. А если подтвердится вот эта информация о том, что россияне слили координаты там каких-то позиций, то, учитывая, опять же, вот различные сообщения там от пропагандистов российских, там от МИДа российского и так далее, вот, вполне возможно, что они мстят таким образом, пашинянут за то, что тот вот начал сближаться с Западом, да, и их решили бросить. Да, но понимаешь, что самое интересное, что тут нельзя сказать и даже о сближении с Западом, просто Армения формально остается в составе ОДКБ. То есть даже, ну, когда было обсуждение в Конгрессе, то представители Госдепа, обещая помощь, они сказали, что это будет зависеть от членства ОДКБ. Пока что в Армении могут находиться только силы посольства. Даже чисто формально, если страна находится в ОДКБ, туда не может входить ни одна другая армия, которая в ОДКБ не входит. И получается, что пашинян, который слишком широко раскинул объятия, не поймал ничего. И сейчас происходят митинги возле дома правительства в Армении, которые кричат Николу предатель, видео идут по всему интернету, есть там армянские патриоты, которые говорят, что он взял Карабах, хотя одна из причин вот этих военных действий, то, что Никол Пашинян поздравил карабахцев с независимостью. Но опять-таки сделал это чисто в популистских целях перед выборами мэра Еревана. То есть мы можем сказать, что тут вот война, как раз-таки военная, безопасная дипломатия, они стали заложницами чистого популизма. Но это, кстати, не новая история. У нас то же самое сейчас в Израиле. Да, тут ничего не поделаешь. Сергей, а по поводу поставок израильского оружия. Значит, информация была на протяжении последних, ну, наверное, трех недель о том, что регулярные рейсы совершаются чуть ли не ежедневно с аэропорта Увда. Что известно, что наши писали об этом, что наши говорят об этом? Ну, наши-то как раз ничего об этом не говорят. Можно я процитирую достойный, так сказать, авторитетный источник. Телеграм-канал Кизбаллы. Сообщает, что войну... Достойные люди. Да, сообщает, что войну вообще начал Израиль. Не, ну это понятно. Это можно было... Наводнение в Ливии тоже, кстати, сионисты устроили. Вы имейте в виду, об этом вот сообщил то ли президент Ливии, то ли председатель парламента Ливии. В общем, часовню тоже мы развалили. То, что мы знаем, это действительно, что последние вот три недели, а две недели очень активно между Увдой и Азербайджаном курсировали беспрерывно практически самолеты транспортные, которые что-то туда возили. Ну, коню понятно, что они возили туда там не памперсы и не яблоки. Они возили туда оружие. Из чего можно было, в принципе, сделать вывод, что там что-то такое готовится. Об этом уже, в общем, тоже писали еще где-то вот за неделю. Мне там попадались на различных военных порталах о том, что ситуация в Закавказье накаляется. И вот этот вот воздушный мост между Увдой и Азербайджаном рассматривался аналитиками и экспертами как один из признаков приближающихся событий. Ну вот, пожалуйста, события начались. А твое мнение, Сергей, почему они начались вот именно сейчас? Я поясню. Именно сейчас, когда идет как раз Генеральная ассамблея, когда все там собрались, все лидеры, им там сейчас очень удобно сделать специальное заседание, там заклеймить или наоборот. Вообще не факт, что им там удобно сделать специальное заседание. Потом это ж нужно, чтобы его кто-то инициировал, насколько я понимаю. Там желающих особо нет. Франция там чего-то сейчас... Ну, Франция готова всегда, конечно. Суетиться, да. Она пытается, значит, позвать заседание Совбеза ООН. Но мы же прекрасно понимаем, что заседание Совбеза ООН. Что ООН может по этому поводу сделать, да и к чему призвать. К сдержанности, к деэскалации, к соблюдению гуманитарных уронов и так далее. У Азербайджана есть свое четкое объяснение. Это их территория, которая была утрачена в ходе войны. И они хотят ее вернуть. Армения в данной ситуации говорит о том, что наших войск, нас там нет. Ну, окей, раз вас там нет, территория эта Азербайджан рассматривает как свою законную. Все, какие претензии. А почему именно сейчас? Ну, трудно сказать. Я не знаю, какие резоны были у Азербайджана, у Баку сейчас начинать эту операцию. Ну, по всей видимости, они есть. У него сейчас такая очень серьезная поддержка со стороны Турции. Сотрудничество с Израилем на пике, можно сказать, находится. А, так сказать, мировое сообщество сейчас вот на Генассамблее находится, обсуждает там разные такие проблемы прям мирового уровня. Там от климата до войны в Украине. Сережа, можно вопрос? А ты не думаешь, что ситуация могла, ну, то, что на иврите какая-то просто лей-дар-дер, да, то есть скатиться, деградировать, я не знаю, как точно так вести. Ну, вот ночью были взрывы, были погибшие от мин. То есть в конечном итоге семь погибших за сутки. И вот именно эта вещь, она стала как бы последней каплей. Понятно, что Азербайджан давно готовился, был готов и все остальное. Но вот просто, когда вот Александр был там и видел, как освобождают поля от мин, освобождают поля от мин, тяжелый труд. И вот на этих полях, которые освобождают от мин, и это там один метр в день, 70 сантиметров в день, наконец строят новые дороги, новые туннели. И вдруг в этих новых туннелях новые мины, которые завезены, и на которых гибнут люди. То есть и новые дороги уже взрываются. И это просто, конечно, в конечном итоге может привести к тому, что ситуация, ну, вот это стала последней каплей. Ты намекаешь, как началась Вторая Ливанская война у нас, которой никто не хотел. Ты понимаешь, даже если это так, вот то, что ты говоришь, Давид, это триггер. Это причина, повод. А понятное дело, что как бы главный-то повод не в этом. Азербайджан четко настроен, проблему с Карабахом решить уже до конца. У них для этого сейчас все козыри на руках. Армия на порядок сильнее армянской. Поддержка со стороны Турции очень высокая. Соединенные Штаты в эту ситуацию, я прям это вижу совершенно очевидно, вмешиваться вообще никак не собираются. Мнение Франции там, я полагаю, никого не волнует. Сотрудничество с Израилем военно-техническое есть. То есть потоком туда идет оружие. Как бы все, джекпот. И самое время решить эту проблему. Ты забываешь еще одну вещь, это позиция армян, которые просто, вот были выборы в Карабахе, избран новый президент республики, которая не признается даже Армении. И он сказал, что первое, что мы должны делать, это пересмотреть статус Карабаха. То есть откинуть все предыдущие договоренности, все переговорные процессы и объявить, что он независимый и отдельное государство. Ну, понятное дело, что это тоже должно было взбесить по полной программе. Ну, или так, да. Ну, то есть, нет, это все не взаимоисключающие вещи, опять же, да, это все в комплексе работает. Да, и Пашиняны... Или это могло... Да, я не думаю, что вот эти семь человек, подорвавшиеся на минах, это прям вот из-за этого началась эта операция. Ну, это можно использовать как повод или триггер, не более того. Мне кажется, операция готовилась, это было понятно, называлось это маневрами, все это было ясно. А, господа, вот у вас вопрос такого плана. Армения пока формально в это дело не ввязывается. Мало того, они декларировали о том, что Армения не вступает в эту войну. Какой момент, на ваш взгляд, может ситуация измениться? Я добавлю, то есть, допустим, залетает какой-то снаряд на территорию Армении, значит, Армения тут же заявляет о том, что вот, господа, видите, на нас напали, и дальше вступает в силу протокола ДКБ. А протокол ДКБ не вступит ни в какую силу, потому что он не вступил в силу во время Второй Карабахской войны. А во Второй Карабахской войне на Армению не нападали. Был один залет, это сам сбитый вертолет, и долго-долго извинялись. Ну, так и сейчас скажут то же самое. Случайный снаряд залетел, давайте там разберемся, может, это вообще снаряд карабахский был, да, или ваш же армянский. То есть, в эти игры-то можно и вдвоем, и втроем играть, раз прекрасно. У ДКБ, Саш, все, у ДКБ сейчас может помочь Армении, вот как подорожник при онкологии поможет. Примерно так же. У ДКБ это все, это уже полная фикция. Ну, можно сказать, уже не существует. Это как СНГ, да, куда Суровикина назначили ответственным за ПВО. Нет ПВО, нет СНГ, но Суровикин там ответственный. Вот сейчас могут примерно так же поступить и с УДКБ. Потому что очевидно, что УДКБ свою функцию выполнить не может, оно и не могло изначально их выполнить. Это чушь собачья была. В Казахстане, в Казахстане, они выполнили свою функцию, если ты помнишь. Это когда сам Поршинян потребовал вести войска, если вы помните, в Казахстан. Тогда, конечно, Такаев вообще просто поступил исключительно мудро. Да, таким образом, вот воспользовавшись помощью там и так далее, объявив все это происходящее в Алма-Ате внешней агрессии. Тут прямо скажем, вот респект и уважуха ему за этот ход. Вот, но после этого, сколько в УДКБ там кто не обращался, все говорили, извините, как бы мы не в состоянии. Основа УДКБ, военная основа, это была российская армия. Конюш понятно, что это не белорусская, не казахстанская, не какая-либо другая. Это российская. Российская армия все, увязла в Украине там по самые уши. И не в состоянии ничего сделать. Нигде, в том числе и на Кавказе, уж тем более. За Кавказье, я имею в виду. Все. И теперь, поскольку военной основы у УДКБ нет, ну не таджикистан же туда пошлет там свои батальоны. Да, или уж не Белоруссия точно. Значит, все, как бы у УДКБ можно обратиться. У УДКБ там выразит озабоченность. Но скажет, что да, что-то как-то вот у нас сейчас не очень есть возможность. Вы там сами разбираетесь. Тем более, скажут они, что на Армению никто не нападал. Карабах – это непризнанное государство. Это территория Азербайджана 1991 года там международно признана. А на вас никто не нападал. Вот если там дойдут азербайджанские танки до Еревана, вот тогда приходите тогда и поговорим. Но они туда не дойдут. Потому что в Азербайджане, как я понимаю, не хуже других это все понимают прекрасно, что территориальную целостность Армении в границах 1991 года окей, мы будем соблюдать. Карабах наш, Лачинский коридор там и все такое. Сережа, можно вопрос? Последний от меня у тебя, в случае. Вот все-таки более слабая сторона Армения. И сегодня Пашинян находится в очень сложной ситуации. Опять-таки толпа кричит, не колу предателей, требует, чтобы Армения развязала полномасштабную войну против Азербайджана, которая может стоить Армении государственность, то есть нападение. А что бы ты посоветовал Пашиняну в этой ситуации? Ну, слушай, какой из меня советчик в данной ситуации? Очевидно, что... У тебя мудрость на лице написана. Да, еврейская мудрость. Нет, я бы уж точно посоветовал ему не ввязываться в этот конфликт. Потому что мы все помним, как ближе к концу Второй Карабахской к нему пришли его генералы и сказали, мы несем там огромные потери. Да, хотя там воевали, насколько я понимаю, типа добровольцы на территории Нагорного Карабаха, но мы несем огромные потери. Еще чуть-чуть у нас армия не останется. И после этого пошла такая деэскалация и переговоры. Вот. И, насколько я понимаю, армянская армия сейчас слабее, чем была к началу Второй Карабахской. А азербайджанская сильнее. И рисковать этим, я полагаю... Хорошо, а для чего тогда... Сергей, трудно с тобой спорить в этом вопросе. Но почему тогда он делал вот такую серию заявлений? Вот, в частности, поздравил с независимостью и так далее. То есть, он что, не понимал, к чему это приведет? Это все равно, что взять, подойти и подергать Алиева за усы. Ну, у них там свои расклады. Я в них не очень понимаю. Имеется в виду в политических раскладах. Кого-то ему надо было поддержать. Возможно, там пост мэра Еревана имеет какое-то большое значение. Ну, понятно, но не просчитать последствия. Ну, а кто их просчитывает? Слушай, политики вообще в последнее... Алиев, вот, вот, вот. Алиев просчитал последствия. Вот он просчитал. Потому что Алиев 10 лет готовился к этой войне. Готовился в РАЗ. А армяне не готовились. 20. Ну, там, не важно. Последние 10 очень активны. Дело в том, что тут есть разница. С одной стороны, у нас есть выпускник МГИМО, который умеет, понимает, видит эту карту. А с другой стороны, у нас есть, ну, политик-популист. В хорошем смысле этого слова. Потому что популизм – это далеко не всегда плохо. Но в дипломатии это может быть очень плохо. Потому что популист не добивается прочных соглашений, прочных союзов. Он добивается вот актуального вау-фактора. Чтобы ему в этот момент поаплодировали и сказали «Вау, ты молодец, Николс! Вавай, ты красавчик!» Ему это говорили в каждый момент, когда он делал те или другие шаги. И вот исходя из минутных требований момента, он каждый раз был прав. Ну, вот видишь, а долгосрочные последствия он не просчитал. Потому что, еще раз говорю, Армения не обзавелась союзниками. Армения не готовила к войне свою армию. Армения не обладает ресурсами. Армения не развивалась как государство, по сути дела. Не консолидировала армянскую общину. По миру очень крупную, серьезную, которая могла бы показать какое-то давление. Что-то во Франции какая-то движуха по этому поводу была. Азербайджан укреплял связи с Турцией. Укреплял связи со Штатами через Израиль в том числе. Через еврейское лобби в Штатах. Укрепил связи с Израилем. Вооружился, подготовился. И пошел выполнять свои задачи. Как бы все считается. Тут ничего с этим не поделаешь. У меня последний вопрос. Последний был от Давида. Теперь последний от меня. Он и Сергей, и также к Давиду тоже. Вот Сергей сказал, что сейчас азербайджанская армия наступает. И скорее всего, значит, она попытается взять, освободить Карабах. Как угодно это называйте. Но маленькая особенность. Там же стоят российские миротворцы. Что делать с ними? А ничего с ними не делать, Саш. Скажи, вот миротворцы... Что, они тихо уйдут, что ли, вообще? Нет, они постоят и посмотрят. Они либо будут стоять, смотреть, либо они получат какое-нибудь предупреждение от азербайджанцев и уберутся оттуда. Потому что они ничего там сделать в принципе не могут. Вообще вот история миротворческих всяких этих операций говорит о том, что на ход конфликта такого серьезного миротворцы, как правило, оказать никакого влияния не могут. Либо это операция в духе НАТО в Югославии, которая тоже называлась миротворческой, когда НАТО всей своей мощью навалилась на Сербию, да, и запинала ее там в угол. Либо это как Юнифил в Ливане, у которых там нет ни голоса, ни авторитета, ничего. Их все там, значит, посылают, там, и Хизбалла, и Амали, и все коммунили. Так что тут, я полагаю, что от них никого толку не будет. Если бы это происходило, условно, до войны в Украине, да, и Россия обладала той военной мощью, которая, в самом случае, казалась такой вот, какая она была до войны в Украине, до начала полномасштабного вторжения, тогда, конечно, Россия могла бы там рявкнуть, стукнуть кулаком по столу, призвать, перебросить там куда-нибудь в Армению, поближе к границе с Карабахом, там, какую-нибудь десантную дивизию из состава сил быстрого развертывания, что-нибудь в этом роде. А сейчас все, десантные дивизии на Запорожье отражают украинское наступление, не очень успешно, судя по всему. Как бы, что делать в этой ситуации? Только вот Захарова выпускать заявление, призываем всех к дискалации, озабоченные, выражаем там, и все такое. Ну, и кроме всего прочего, у них довольно серьезная обида на Пашиняна, опять-таки, мы возвращаемся к Николу Пашиняну. И это тоже очень важный момент, да, то есть они, а когда у них на кого-то обида, а под словом у них, мы же понимаем, кого мы имеем в виду, да, то начинают мстить. А мстить как? Сливать? А что еще остается? Сами виноваты, нечего было там, значит, вот верить Соединенным Штатам, мы были вашим единственным гарантом безопасности, вот без нас вы пропадете, и вот, пожалуйста, это происходит. Вы и пропадаете. Да, ну что ж, господа, мы нашу программу продолжаем со следующим гостем, у нас сейчас будет весьма осведомленный человек, в прошлом много лет работавший советником Гейдара Алиева, отца предыдущего президента Азербайджана, а Сергея мы благодарим, Сергей, спасибо большое, что был с нами, спасибо, Давид, всего доброго, оставайтесь с нами. До свидания. Спасибо. Спасибо.